Здравствуйте! Вот в первые секунды существования нашей Вселенной, когда мир только-только был сотворен или только-только появился, как угодно считайте, мир был очень плотным, очень плотным и горячим. А потом он стал расширяться, вот эта Вселенная, вот что мы видим. Так вот, в первые мгновения, в первые секунды буквально, может даже десятые доли секунды, во Вселенной все-таки шли термоядерные реакции, термоядерный синтез. Появились во время термоядерного синтеза небольшое количество изотопов, кое-каких, например, гелий-3, такой вот изотоп. Это значит два протона и нейтрон. Тот обычный гелий, который в воздушных шариках, да, бывает, это гелий-4, два протона и два нейтрона, вот такой вот появился. А это появилось так, это появилось так, смотрите как, протон, два нейтрона, это был диетерий, который распался и превратился в гелий-3, бета-распад пережил. И еще диетерий, тяжелый водород, протон и нейтрон, и еще один изотопов лития тогда появился, все. А в остальных изотопов практически не было. Вот это вот та первозданная среда, в которой вот мы живем. Самое главное это гелий-3, самый интересный в этом плане изотоп. Так вот, что говорят астрономы, лучше сказать астрофизики. Их интересует следующее. А вот много ли сейчас в межзвездном пространстве появилось дополнительно нового гелия-3? Дело в том, что гелий-3, я так называю смело этот изотоп, он появляется, появлялся не только тогда, но и сейчас появляется в звездах, в термоэдерном синтезе. Да, они же там идут, в наших звездах, этот синтез. И частично, вот это называется, солнечный ветер, с поверхности звезды улетают легкие изотопы, в том числе гелий-3. И вот велика ли доля вот этих изотопов, у которых были унесены солнечным ветром или звездным ветром с поверхности своих звезд, вот в глубинах космоса? Оказывается, немного. Вот представляете, вот тот гелий, что изначально появился, был очень даже существенен, да, не изменилось. То есть, 13 или 11, кто как скажет, миллиардов лет существования Вселенной не повлияли на ее изотопный состав, по большому счету, на изотопный состав пустого пространства, по крайней мере. Вообще-то гелий-3 очень замечательный и полезный изотоп, между прочим. Ну вот смотрите-ка, на Земле гелий-3 вообще-то в основном получается искусственным путем. Получают диетерий, так сказать, тритий, тритий из него делают водородные бомбы, кстати говоря. А при распаде тритий образуется гелий-3. Гелий-3 еще просачивается из недр Земли, вот он тогда из первичного облака, когда формировалась, из протопланетного облака, когда формировалась Солнечная система, он попал и вот в глубины Земли, оттуда он потихонечку просачивается. Да, но в основном искусственно получит изотопыт на Земле гелий-3. Гелий-3, он полезен во многих отношениях и совершенно замечательный. Ну, во-первых, первое отношение, самое простое. А если вы возьмете жидкий гелий-3 и жидкий обычный гелий, гелий-4, вот жидкий, холодный гелий, да, и вы их начнете друг с другом смешивать, что будет получаться? Вот когда вы растворяете одну жидкость в другой, может быть, один из двух процессов. Либо тепло выделяется, либо если хаос возрастает, да, то тепло, наоборот, поглощается. Так вот, этот способ получения сверхнизких температур. При растворении гелия-3 в гелии можно получить очень низкие температуры. Второе. Если легкие наши заполнить гелий-3, он не радиоактивный, не бойтесь, то во время так называемого МРТ, магнитно-резонансной томографии, а правильное у нее название, ядерная магнитно-резонансная томография, но со времен чернобыльской катастрофы слово ядерное медики не используют, чтобы не смущать людей. Там вот эти вот ядра гелия имеют спин, не скомпенсированный, и они вот в магнитном поле под действием волн электромагнитных могут менять свое состояние. Можно таким образом получить изображение легких, наполненных гелием. Вот как замечательно можно сделать. И самая важная черта гелия-3, говорят, его можно использовать в относительно чистом термоядерном синтезе, в котором не образуются нейтроны и не образуются радиоактивные вещества. Вот какой замечательный гелий-3. Спасибо вам большое за внимание, всех вам благ, удачи, до свидания.